Выгодно покупать автомобили Рено в Нефтекамске! Тарамобил на Янаульской 1А Счет был открыт ближе к середине второго периода. Сыра Арка отбивалась в меньшинстве, но гости, расположившись в их зоне, не спеша выбирали удачный момент для точного броска. И сделал это Артем Гордеев с передачи Георгия Бусарова. За 9 минут до 3 сирены Таруса дваивает преимущество в счете. Первый бросок галкипер Сыра Арки сумел отразить, но со второй попытки шайба все-таки влетела в ворота. Отличился новобранец нефтекамцев Евгений Шакуров. В ассистентах Кристиан Афанасьев и Владимир Бобылев. Ну а дальше было то, что называется валидольной игрой. Спустя минуту хозяева сокращают отрыв в счете. Стремительный вход в зону, бросок и добивание. И вот уже на табло 2-1. Максим Китсон доказал, что Сыра Арка так просто победу сопернику не отдаст. Понимая, что терять уже нечего, хозяева снимают вратаря и в шестером устраивают штурм ворот Таруса. В итоге Аслан Раисов добился успеха и перевел игру в овертайм. Но, видимо, так было суждено, что именно Илья Баранов с передачи Георгия Бусарова точным броском принесет команде победу 22 сентября, в день своего рождения. Тарус зарабатывает два очка и пока занимает 13-ю строку турнирной таблицы. Хорошая игра получилась. В общем-то, и готовились к ней. Знаем, что очень хороший, серьезный соперник. Молодцы ребята, конечно. Был, скажем так, элемент расслабленности после второго гола. Но, тем не менее, молодцы. Поздравляю ребят и болельщиков с хорошей игрой и с хорошим результатом. А сейчас Тарус уже находится в Москве, где 24 сентября пройдет игра с командой «Звезда». И 26 числа заключительный матч этой выездной серии в подмосковном Воскресенске с местным химиком.